Всем привет, ребят! Я Саммер. Как есть меньше калорий? Вот так сразу в лоб я вам сказала тему ролика. Я знаю некоторые лайфхаки по своему опыту, плюс в интернете много всего пишут, разных советов, но не всегда это работает, поэтому мы с вами это обсудим, то, что я там нашла, подсмотрела. И некоторые из них проверим, потому что звучат интересно, но так сразу непонятно, будет это работать или нет. Кстати, перед тем, как я скажу, будет это работать в теории или не будет, вы можете делать свои догадки. Можете записывать, присылать в комментарии или там у себя в чертогах разума рассуждать. Заодно проверите, можете ли вы вот так понять, будет лайфхак работать или нет сразу. Чтобы съедать меньше калорий? Во-первых, стоит садиться за стол в праздничной одежде. Но что будет, если всегда есть так, как будто какой-то аппарат сегодня? Да, возможно, вы съедите меньше, потому что эта одежда не идеально удобная для того, чтобы запикивать в себя кучу еды. Также вы будете бояться ее заяпать. Из-за этого процесс будет поедание еды не очень приятным. И в итоге вы, конечно же, съедите меньше. Но вопрос в том, стоит ли впихивать себя в настолько неудобную ситуацию, которая будет мешать наслаждаться приемом пищи? Если устраивать подобные праздничные ужины где-то один раз в неделю или две, да, как на программе «Званы ужин», то это ладно, это действительно может работать и уменьшить количество калорий, которые вы съедите. Но это не так много. То есть съесть на 200 килокалорий меньше в две недели, это действительно мало. Можно просто прогуляться разок. Но вот что будет, если этим пользоваться каждый день? Вы просто потеряете ощущение праздника. Потому что суть праздничного настроения и праздника в том, что они не каждый день. Что это редко, поэтому это время особенное. Если праздник каждый день, тогда каждый день не праздник, это просто обычный день. Я думаю, вы понимаете логику, да? Чтобы чувствовать радость, нужно понимать, что такое грусть, да? Чтобы был какой-то контраст. Так что в этом лайфхаке я не вижу особо никакого смысла. Потому что есть человеку будет некомфортно, если ему это нужно сделать, например, быстро подкрепиться и забыть. Много времени будет занимать сам процесс наряжения. И также можно потерять любовь к праздникам. Почистить зубы ментоловой пастой. Теория там такая, что запах ментола приглушает чувство голода. Люди с короной, которые не чувствуют запах, такие, ммм, пасибочки. Это звучит интересно. Возможно, это же имеет место быть. Действительно, когда мы чистим зубы, мы не получаем никаких килокалорий. Но вопрос такой, зачем чистить зубы, если можно просто нюхать пасту. Поэтому давайте нюхать пасту и посмотрим, что будет. Вот, я принесла свою пасту. Вообще, можно было бы понюхать обычно, например, ментоловое аромомасло, но у меня такого нет. Поэтому давайте попробуем сделать это с пастой. Не сказала бы, что я очень сильно хочу есть, но... Все же. Я сильнее захотела. Какую-нибудь ментоловую печеньку шоколадную, черт. Потому что я сразу же представила себе, знаете, в голове там мороженое с шоколадом и мятой. Шоколад с мятой. Это довольно-таки популярное сочетание тут. У меня же все равно потекло. Класс! Люди, которые говорят, что это работает. Каким образом это работает? Возможно, я не лучший человек для чистоты эксперимента, поэтому можете попробовать вы и написать, что вы почувствуете после того, как понюхаете ментол. На мне это 100% не работает. Когда проколодались, есть 2-3 дольки горького шоколада. И это должно избавить человека от голода на час. Тут сразу нет, даже думать нечего, потому что шоколад или любой другой перекус избавит от голода человека примерно на час. Так что неважно, какой это будет продукт, если это будет более белковое что-то, чем шоколад, это избавит от голода даже на дольше. Но зачем создавать дополнительный перекус? Если уж действительно человек не может выдержать и нужно чем-то перекусить, то лучше там выбрать какое-нибудь яйцо или орешки. Дробное питание. Диетологи советуют разделять ваш прием пищи на 2 части. То есть вы накладываете еду, например, в одну тарелку, у вас есть завтрак, вы берете, делите его пополам и раскладываете на 2 разные тарелки. Якобы сначала едите одну, а потом через некоторое время вторую. И получается так, что вы к ужину должны еще уменьшать количество калорий. И в итоге получается так, что вы съедите меньше. Но очень странно, что диетологи советуют добавлять приемы пищи, потому что те, которые я знаю, советуют уменьшать приемы пищи, то есть их количество, вместо 4-3 вместо 3-2. Поэтому очень спорный вопрос. И я бы не советовала есть большее количество раз, чем вы едите сейчас. Маленькая тарелка. Это уже что-то наиболее логичное из всего, что мы с вами обсудили, потому что когда вы накладываете еду в маленькую тарелку, то ее размер, он будет вам говорить о том, что вот тарелка наполнена. Может быть, уже хватит есть? Этого много и так. А когда вы вот такую тарелку возьмете, вы, понятное дело, не сможете ее, скорее всего, даже наполнить едой, и будет постоянно оказаться мало, будто вы не доедаете. Для людей, которые питаются осознанно, то есть следят за тем, что они едят, как они едят, анализируют свое чувство голода в этот момент, это, возможно, и сработает, да? Потому что они подумают, так, выглядит как будто много, значит, я съел много, может, пора остановиться и остановиться. Но человек, который не задумывается над тем, сколько он ест, возьмет маленькую тарелку или большую, не будет особо это важно, потому что его организм будет автоматизированно подходить к этому процессу, и когда желудка поставит сигнал в мозг, что, мол, все, хватит есть, я наелся, человек просто перестанет есть. Многие говорят, что именно неосознанное питание ведет к перееданию, но это не совсем так. Неосознанно можно все равно контролировать свое питание, покупая правильные продукты, привыкая к определенным порциям и так далее. Неосознанное питание здорового психологически и физически человека будет как раз-таки нормальным и прекрасным. Соусы. Вы можете найти кетчуп и горчицу без сахара. Например, есть и версии для детей, которые делают, и в них нет практически ни сахара, ни соли. То есть, это будут более полезные версии, в которых, конечно же, меньше килокалорий. Можете вообще отказаться от этих соусов и, например, вместо них использовать в качестве заправки оливковое масло. Но, конечно, смотря еще на то, что вы едите, потому что заправить пельмени оливковым маслом не получится. Они и так хороши без всяких соусов. Пейте чай и другие напитки без сахара. Я всегда боюсь с теми, кто считает, что нужно пить чай с сахаром. Кто вообще способен на такое? Потому что вы же не добавляете в молоко сахар, в сок сахар, в газированные напитки сахар, в компот, в вино. Вы тоже не добавляете сахар. Так, а чем чай провинился? Чем провинилась кофе? Это уже готовые напитки. В них не нужно добавлять ничего для того, чтобы сделать их лучше. В любом случае, какая бы у вас не была философия чая, не добавляя туда сахар, вы все еще сможете наслаждаться вкусом и запахом напитка, но при этом не будете потреблять много килокалорий. Если вы едете мясо, то выбирайте птицу, потому что, во-первых, она будет менее жирной, значит, менее калорийной. Также вы можете выбирать более правильные способы готовки. Запекать, делать в мультиварке, на пару. То есть, выбор сейчас довольно-таки большой. Можете взять то, что нравится вам, даже хоть на костре, на дыму приготовить. Главное тут не использовать масло для жарки, потому что оно очень калорийно. И вот поменяв мясо и способ приготовления, вы сможете сэкономить на калориях. Резать все тоньше, это вот тот лайфхак, который не с меня пришел, а из интернета, и он весьма хорош. Потому что нарезать продукты тонко, это изысканность для всех принцесс и королев девочки. Так в итоге можно съесть в два раза меньше килокалорий. Если вы готовите бутаброды, можно сделать хлеб меньше, то есть уже, колбаску уже. Все можно сделать уже, еще и сэкономить. Главное, чтобы ваше удовольствие не стало уже. Это странно прозвучало, но я думаю, вы поняли. Высыпайтесь. Это то, о чем я говорю вам довольно-таки часто, потому что сон влияет на то, как будут работать наши гормоны. Это значит на то, как мы будем чувствовать голод на протяжении дня. Сделайте хороший сон возможным для себя. Нужно рано вставать, раньше ложитесь. На самом деле это не так трудно, как кажется. И, собственно, то, что мы с вами уже немножко затронули, это есть богатой белками пищи, или хотя бы придерживаться правильного БЖУ, потому что белки делают нас сытыми надолго. Это довольно-таки просто. Перекусывать небольшим количеством орехов лучше, чем сделать это, например, при помощи яблока. Это конец всего ролика. Спасибо за просмотр. Па-па-па-па.